Пройдем с вами по средневековой итальянской генуэзской крепости и заодно узнаем, как в исторически короткий срок, всего полтора столетия, Генуя прошла путь от маленького рыбацкого городка до столицы морской торговой державы. Конечно, во многом это определялось великолепным географическим положением города. Она располагалась в бухте Легурийского моря на пересечении основных торговых путей. Следующим фактором стала религия. Обладая серьезным флотом, Генуя принимала участие в крестовых походах, которые в основном полагались на морской транспорт, и, как и другие морские республики, получали за перевозку войск и грузов деньги и права на колонии. Торговые традиции генуэзцы поддерживали, снабжая Грецию, Италию медом, зерном, пушниной, воском и лесом. Однако главной статьей экспорта стали рабы, которых кочевники привозили на Крымский полуостров из степей Дона и русских княжеств. Еще в античности Крым являлся одним из центров европейской работорговли, неким перевалочным хабом. Рынок рабов был здесь огромен. В день могли свозить до 30 тысяч человек. И все это раскупалось, распродавалось и развозилось по всем странам мира. Конечно, они не могли получить эту прибыль без содействия со стороны татар, к тому времени ставших уже почти полноценными хозяевами Крыма. Возможность сбывать захваченных во время войн пленников и обменивать продукты скотоводства на заморские товары и побудили татарских правителей дать позволение генуэзцам на основании своих колоний. Наиболее крупными в Крыму были административный центр Кафа, сейчас Феодосия, Чембала, Балаклава, Воспора, Керчь, Сарсона, Херсонес, Ялите, Ялта, Луста, Алушта и Салдая, Судак. Это крепость, где мы сейчас с вами находимся. Здесь внутри крепости находился город. У главных ворот Салдаи располагалась торговая площадь и были сконцентрированы основные городские учреждения. Греческий кафедральный собор Святой Софии, католический кафедральный собор Девы Марии, рынок, таможня, здание суда с балконом для объявления постановлений, конторы для проверки весов, склады и магазины ценных товаров. Здесь проживало около 8 тысяч человек. Крепость занимала около 30 гектаров и располагалась двумя ярусами обороны, нижним и верхним. Крепостная стена укреплялась 14 боевыми башнями высотой до 15 метров и комплексом главных ворот.